помню в советское время все играли в спорт лото 5 из 36 и 6 из 49 нужно было угадать шарики такие летали там и ты угадываешь 5 номеров из 36 6 из 49 кому как повезет но вероятность что повезет была очень маленькая можно было выиграть много денег как 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 угадать 5 из 36 я что вспомнил это сегодня ночью было 35 из 35 такая лотерея устроены россиянами жителям украины в основном стать полу киева насколько я понимаю в этой ситуации я про беспилотники шахет 35 беспилотников шахет отправил россияне на украину и все 35 были сбиты украинской пво к счастью но даже обломками даже обломками ухитрились ранить 5 человек повреждены несколько домов балконов стекла вы видели наверняка эти картины из киева и вот такая лотерея каждую ночь ты живешь киеве когда ты в других городах украины само собой тебя лотерея на тебя упадет этот шахет или тебя а когда его собьют упадет это на твой думали на твой вот в такую лотерею такое спорт лото русское спорт лото русское лото устраивают нам россияне сейчас практически каждую ночь в одессе по-моему пока по крайней мере настоящий момент по сообщениям никто не погиб но тоже из повреждения уже от ракет от российских а в остальных городах вот 35 из 35 россия русская лото и тоже ведь понимаете вот я смотрел на картины того что было в лондоне и по всей англии из беспилотников делали световое шоу в честь коронации короля чарльза они делали такие красивые акулы летающие в небе какие-то еще другие животные все это сделано из светящихся беспилотников из тысячи тысяч светящихся беспилотников россияне что-то догадались сделать из беспилотников это бомбить украинские города то есть посылать эти беспилотники бесцельно абсолютно чтобы они просто хоть что-нибудь разрушили хоть кого-нибудь ранить хоть чьё-то окно разбить только бы нагадить больше незачем никакого больше смысла в этом нет но зато беспилотники иранские дешевые сердиторы знаете один беспилотник иранский стоит от 30 до 50 тысяч долларов сша то есть все вот эти 35 беспилотников россиянам обошлись всего полтора миллиона долларов но это очень дешево обычно они бомбят ракетами ракета от 6 миллионов до 15 миллионов а здесь полтора миллиона и сразу 35 беспилотников можно ранить кого-нибудь или балкон кому-нибудь сломать это ли не счастье конечно это счастье для российских военных для сторонников войны для всех 100 миллионов сторонников войны в россии это счастье жечь чью-нибудь машину ранить пять человек в киеве вот такая у них лотерея сейчас вообще что интересно что в россии согласно статистике это я когда задумался что у нас лотерея 35 из 35 в эту ночь случилось я не знаю как у вас было у меня грохотало достаточно сильно ночью спать они мне точно не давали нормально как минимум нервы попортили россияне так вот в россии как выяснилось за последний год то есть за первый квартал 23 года по сравнению с первого квартала 2022 выросла продажа лотерейных билетов на 34 процента вы видите почти 35 на 34 процента выросла продажа лотерейных билетов на третье обычно знаете когда вырастает продажа лотерейных билетов когда люди не рассчитывают ни на что в своей жизни когда им больше нечего не на не во что верить не на что надеяться не на что рассчитывать они не могут заработать деньги своим трудом они бросаются в лотерею самых бедных странах только в самых бедных люди бесконечно торчат на игровых автоматах и всякой прочей такой дури и вот 34 процента прибавка у россиян в лотерею что они рассчитывают выиграть в этой лотереи крыма велитополь что ли они собираются выигрывать эту лотерею но скорее всего они просто жалуются в спорт лото как пел когда-то высоцкий в своей песне если вы не отзоветесь мы напишем в спорт лото с тех пор модно в россии жалуются в спорт лото во всех спорных ситуациях вот они видимо на свою тяжелую жизнь которую им устроила война россиянам они устроили украинцам неприятную жизнь тем кто постоянно нас бомбят но себе устроили бедность облегли себя на бедность на десятилетия вот такое русское спорт лото замучил я вас знаем цифрами поэтому перестаю прямо сейчас напомню только что у меня 146 тысяч подписчиков сегодня благодаря вам станет 147 до конца недели 150 тысяч подписчиков поэтому пожалуйста подпишитесь на канал штельман вы будете регулярно узнавать из программы штельман за сегодня посмотрите штельман за сегодня от 8 мая регулярно узнавать сколько шахедов нам прилетело чем все это закончилось как отработала наше повое другие новости поэтому подписка лайк этому видео если вы смотрите на другом канале что тоже с вами случается переходите по ссылке и подписывайтесь на канал штельман а мы переносимся в очень далекое далекую америку из из украины которая разбомбленная теперь переносимся в далекую америку киссингер снова появился киссингер как только пахнет войной пахнет нашим наступлением сразу появляется киссингер а наступлением сейчас пахнет серьезно мы об этом еще поговорим киссингер бывший госсекретарь сша сказал что теперь когда китай вступил в переговоры я думаю то есть не я думаю а он думает киссингер до конца года они достигнут апогея апогея достигнут переговоры не шахеды от переговоры мы будем говорить о переговорных процессах и даже реальных переговоров переговорах сказал киссингер напомню что киссингер за время войны поменял свою мягко говоря позицию и то какую позицию занимал Киссингер год назад, он наверняка попал и в сайт Миротворец уже за такие свои позиции, а мог бы и на какие-нибудь более серьезные попасть меры или какие-нибудь санкции со стороны Украины, потому что год назад тот же самый Киссингер, вот ровно год, сегодня у нас 8 мая, а я прекрасно помню, как, по-моему, если не ошибаюсь, 6 мая, мы обсуждали год назад с Анной Степанец статью Киссингера в Wall Street Journal, в которой он говорил о том, рассуждал о том, какие именно территории Украина должна дать Российской Федерации, чтобы наконец установился мир. Он посчитал, говорит, ну как, 7% территории это Крым, 4% ЛНР, ДНР были оккупированы на начало войны, а сейчас, значит, Россия захватила 20%, поэтому давайте подарим ей 7% Крыма и немножко ЛНР, ДНР подарим ей тоже. Тогда наступит мир, тем более, говорит, Крым всегда был частью, веками был частью России. Какой России? Какой, господин Киссингер? Это была Российская империя, там была и Украина внутри, и РФ внутри была. Не было, РФ не существовало сотни лет, РФ 32 года существует. Я понимаю, что вы уже живете 99 лет, и 27 мая мы вас поздравим со столетием, дай Богу. РФ в три раза младше вас, как можно ей доверять Крыму? Вы о чем? Вы бы себе Крым доверили, и мы бы вам не доверили, и РФ мы его не доверим. Она в три раза младше вас, запомните, пожалуйста, столетиями, это вы себя можете мерить. Российскую Федерацию не надо мерить столетиями. Она пока этого не заслужила. Но это было год назад, с тех пор, после нашей критики, нашей передачи сам на Степанец, он одумался, и уже в июле заявил следующее. Как бы то ни было, переговоры однозначно придется базировать на необходимости предотвратить жертвы, и если ответственные на Западе это решат переговорами, то это правильно. Они должны сначала установить пределы того, чем и при каких обстоятельствах не уступят. И отказ от украинских территорий не должен быть одним из условий, которые мы можем принять. То есть, Киссинджер после нашей критики острой передумал и уже давно поддерживает территорию соотностость Украины. Ну, а в этот раз Киссинджер говорит, что предпосредничество Китая удастся, значит, уже осенью, оказывается, проводить, провести переговоры уже в этом году. Тут мне вспоминается советский анекдот. В общем, он был основан, не буду его весь пересказывать, не имеет смысла, но основан он на игре слов на фамилии Киссинджер, как вы понимаете, от слова кис, то есть целовать. И там было два персонажа, Киссинджер и Факинджер, который, как вы понимаете, основан совершенно на другом слове. Вот я думаю, что если Киссинджер с 99 до 100 лет сумел дойти от того, что надо подарить России 11% территории Украины, включая Крым, дошел до того, что, значит, мы сейчас при последствии Китая заключим мир и никаких территорий не отдадим, то пора включить режим Факинджера ему, и чтобы и объяснить, что, в общем, никаких договоров тоже заключать не надо, а просто надо Россию, вот то, что в его фамилии Факинджер содержится, то с ней сделать, и тогда мы действительно сможем поздравить 27 мая господина Киссинджера. Не дай бог нам услышать его еще один бессмысленный, беспощадный, мирный план Киссинджера. Я думаю, что пора ему все-таки перестать тревожить нас. Вот нас Россия тревожит своими обстрелами, а Киссинджер своими забрасывает мирными планами. Тем временем, за последние сутки, что мы с вами не виделись, я думаю, что вы все смотрели стрим в субботу, в воскресенье, извините, новостей с самой линии фронта у меня нет, просто нет, простите, я же не имею какого-то эксклюзивного доступа, в открытых источниках ничего не появлялось, но есть новости из-за линии фронта, с оккупированных территорий. Россияне продолжают массовые грабежи в Запорожье, и в Херсонской области тоже. В Херсонской области в очередной раз украли оставшиеся лодки, они формируют постепенно новый российский флот из ворованных в Херсоне, в Херсонской области лодок. Ну, старый флот мы уже потопили, они сбежали в Новороссийск, как мы знаем, но какой-то флот им нужен, вот формируют, но в Запорожской области россияне грабят частные дома сейчас, воруют автомобили, частные автомобили у частных лиц имеются у наших украинцев, потому что им надо бежать вместе с семьей, я сейчас про российских военных, они эвакуируют таким образом свои семьи из оккупированных городов Запорожья. Они рассчитывали, что после войны будут жить в этих оккупированных городах, в Токмаке, в других городах, населенных пунктах, что им же Путин объявил, что это новые территории, так называемые, что они теперь с России навсегда, как они теперь говорят, Хер с России навсегда, это про Херсон, ну и Ток с России навсегда, это про Токмак. Ну, как видим, Мел даже с России навсегда не будет, это я про Меритополь, и Мар с России навсегда, это я про Мариуполь, тоже не будет. Дон с Россией навсегда, но не в смысле Донецка. Донецк тоже скоро вернется в Украину. Поэтому россияне бегут. Грабят, грабят, грабят наших и бегут. И я понимаю, что у них есть некая радость, ведь им удается украсть, наполнить багажник машины. Не знаю, что они там обычно воруют, как мы знаем, миксеры, заряжалки для телефонов и так далее. Мы видели, что они просто ковры, унитазы, раковины, краны. Все это им удается забить в багажнике, потому что Запорожская область естественно богатая очень, народ богатый. И все это в нищую Россию везет с автомобилями, вместе с семьями. Когда они приедут в свои несчастные бедные деревни и города, туда, в Оренбург, то в Вишкоролу, то соседи будут им завидовать, ведь они привезли не знаю, ворованный украинский Мерседес и ворованный украинский унитаз. Но я хочу предупредить всех соседей вот этих людей из их родных деревень. Вы не завидуете этим людям. То есть как бы проблема какая? Вам придется платить за этих людей. То есть украли они сегодня. Украли и Мерседес, и унитаз. Но когда будет выпад компенсации, мы учтем все. Мы всем все в Украине компенсируем за ваш счет. Вы, россияне, вот все, кто будет наблюдать, как ваши соотечественники привезли унитазы и Мерседесы, вы помните, что платить-то вам за этих людей. То есть как бы воровали только они, платить же будут все. Но я надеюсь, что вы с них потом возьмете. Вот. Желательно, собственно, жизнью, а не только имуществом. То есть мы, как бы, международное сообщество изымет с вас репарацией, а вы уже разберетесь сами со своими преступниками, вот с этими людьми, которые сегодня грабят украинцев, проводят грабежи. Ну, российская армия, собственно, только этим знаменита. Что она умеет? Посылать иранские беспилотники свои, они создавать не умеют. И воровать в Запорожской области автомобили частных лиц. Так как воевать больше некому, россияне разбегаются, как мы видим, из Запорожской области уже покануне наступления украинских войск, то они пытаются заполнить эти бреши выходцами из Центральной Азии. Об этом сообщаю не я, об этом сообщает разведка Великобритании. Сейчас я вам расскажу еще несколько цифр из этой истории, но перед этим напомню, что надо подписаться на канал Штельман, чтобы было 150 тысяч на этой неделе. Значит, предложение со стороны российской армии выходцам из Центральной Азии следующее. Откуда взялась вообще эта проблема выходцев из Центральной Азии? Значит, в Центральной Азии из пяти стран, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, есть одна обеспеченная достаточно, Казахстан, есть одна, которая очень закрытая, Туркменистан, а остальные три страны такого, мягко скажем, среднего достатка, и многие люди из этих стран вынуждены ехать на заработки за границу, как, собственно, и украинцы еще недавно были вынуждены тоже ездить на заработки за границу. Если украинцы имели возможность ехать на заработки в Польшу, в Европу, в другие цивилизованные страны, то выходцы из Средней Азии, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, просто вынуждены ехать не в цивилизованную страну, а в Российскую Федерацию на заработки, потому что трудно попасть куда-то за границу. И вот сегодня этих людей, гастарбайтеров, которые находятся в России, находятся в крайне униженном состоянии, проживающие там по 20 человек в комнате, их постоянно ловят менты и грабят, они совершенно бесправные. И вот к ним приходят вербовщики и предлагают бонусы за то, что они записываются в Российскую армию, платят 2390 долларов, 2390 долларов, это большие деньги для веки Центральной Азии, и заработная плата в 4 160 долларов в месяц за время нахождения в Российской армии. Кроме того, им предлагают ускоренный путь получения российского гражданства от 6 месяцев до 1 года вместо обычных 5 лет. Вот такими бонусами заманивают россияне, выходцев, ну не выходцев, а жителей Центральной Азии в свою армию, так как свои российские россияне уже разбежались, награбив сколько нужно, то вот теперь вместо зэков они берут вот эти. Уважаемые жители Центральной Азии, сейчас я знаю, я смотрел, сколько у меня просмотров из Центральной Азии, из Казахстана, из Кыргызстана, из Узбекистана на моем канале достаточно много. Пожалуйста, предупредите своих соотечественников, разъясните им, что ни в коем случае на это нельзя соглашаться. Да, 4 160 долларов зарплата хорошая, но получать вы ее будете максимум 2 недели, потому что потом прилетит Хаймарс, и на этом зарплата закончится. Спросите у российских мобилизантов, вообще жить не получится. Поэтому, кроме подписного бонуса, скорее всего, не получите ничего. Скажите, я понимаю, что вы не на войне, скажите своим родственникам, знакомым, скажите, чтобы бежали из России прямо сейчас. Я понимаю, что им нужны деньги, что они хотят заработать. Я понимаю, жители Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, многих, что им нужно как-то зарабатывать. Понимаю. Но смотрите, есть сейчас программы европейские, которые, обратитесь туда, по перемещению из России в другие страны. Гастарбайтерами направляют в страны Залива Персидского, например. Можно ехать в Дубай, в Абудаби, в Бахрейн работать. Можно в Евросоюз ехать работать. Есть программы специальные, поищите, чтобы вы смогли освободиться из русского рабства, потому что иначе вас поклюют на войну. Это все, конечно, я сейчас обращаюсь, это не касается жителей Казахстана, там все наоборот. Казахстан процветающая, богатая страна, и наоборот, россияне приезжают на заработки в Казахстан. Вот. А уже, в свою очередь, КРГЗ, узбеки и таджики едут на заработки в Российскую Федерацию. Я знаю, что вы с нами душой, жители Центральной Азии. Я знаю, что вы не с российскими агрессорами, вы их никогда не поддерживали, не поддерживаете. Я лично грелся зимой, когда были вот эти обстрелы, когда у нас отключали свет, газ, отопление, воду, все. Я лично грелся в казахской юрте незламности, которую казахи, казахское правительство в том числе, поставили у нас в парке Шевченко в Киеве. И там ребята из Казахстана сидели. Это за частные такие средства, но при поддержке правительства Казахстана или посольства Казахстана было сделано. И они радостно приветствовали, очень, как это сказать, дружелюбно и гостеприимно поили меня там чаем. Поэтому я очень благодарен жителям Центральной Азии за поддержку, которую они оказывали нам этой тяжелой зимой. Вот сейчас это моя вам поддержка, это мой вам месседж. По сообщениям британской разведки вас пытаются заманить в российскую армию, знайте, что если вы туда пойдете, вы трупы и к тому же убийцы и преступники. Не делайте этого, избегайте любой ценой. Любой ценой. Понимаю, как вам тяжело, ни в чем вас сейчас не обвиняют. И вообще, чем идти в российскую армию, лучше подписывайтесь на канал Шатерман. Значит, тем более, что любые, как бы, победы, которые одерживать пытается российская армия, побед нет, они достаточно быстро обесцениваются. Вот, например, президент Зеленский сегодня подписал указ. Указ о том, что 9 мая теперь в Украине отмечается праздник наконец-то. Настоящий праздник, а не все это русское фуфло. Отмечается теперь 9 мая в Украине День Европы. А 8 мая отмечается теперь, ну, вернее, как, 8 мая будет называться, это сейчас скажу, как называется официально, День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Значит, по первому пункту, то есть, изменить День Победы на День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, президент Зеленский внес законопроект в Верховную Раду, потому что это полномочия Верховной Рады, А вот День Европы 9 мая он учредил своим указом. Давайте разберемся, что здесь хорошего. Во-первых, отменяется таким образом понятие Великая Отечественная война. Нет никакой Великая Отечественная войны, есть Вторая мировая война, потому что Украина, в отличие от Российской Федерации, является частью мировой цивилизации, вступает в общий мировой исторический процесс и относится к истории так, как к ней относятся во всем мире. Война в Европе закончилась 8 мая, с 1939 по 1945 2 и не было никакой Великой Отечественной 3. Значит, да, еще что важно, что не день Победы сразу, а день памяти сначала. Это тоже такая вполне имяопийская традиция. И вот в своей речи по поводу этого сказал господин Зеленский, президент Зеленский, несколько вещей, несколько слов, сейчас я вам зачитаю. 8 мая Украина и свободный мир вспоминают о шести страшных годах в истории человечества, с 1939 по 1945. То есть, что я прошу заметить, что не о четырем годах страшных для украинцев, а о шести годах страшных в истории человечества, потому что мы вместе с человечеством, с глобальным миром этот день будем отмечать. Это важно для украинцев быть частью этого глобального мира, части Евросоюза и цивилизации. Годы, которые унесли жизни миллионов людей, в том числе восьми миллионов украинцев. Годы оккупации и зверств, кровопролитных боев, бомбардировок, блокад и массовых казней, холокостом, всего зла, которое нацизм принес миру, принес на нашу землю. Разные народы в единстве, в союзничестве, в составе антигитлеровской коалиции противостояли злу. Народы Европы и Америки, Азия, Австралия, Африка, каждый имеет собственную историю борьбы в той войне, но общую историю победы. То есть, господин Зеленский как бы этим указом, этим законопроектом сообщает, что победа над нацизмом общее дело, а не какие-то там россияне, которые мечтают о том, что они победили. Тогда не было РФ, напомню уже, что Киссинджеру приходится напоминать, что всем. Значит, что это общее дело, которое делали действительно представители всех континентов, победа над нацизмом немецким. Как сейчас, победу над русским нацизмом тоже куют, в общем-то, жители всех континентов, нам поставляют и оружие из разных стран мира и финансовую помощь. Но что мне приятно во всей этой речи Зеленского, что он упомянул нескольких вещах. Первое, как ленинградцу мне приятно то, что Зеленский, конечно, упомянул о блокаде. И по-прежнему, несмотря на то, что блокада была, как мы помним, в Ленинграде, которая сейчас на территории РФ находится, он все-таки не вычеркнул это из истории войны. Второе, как еврею мне приятно, что Зеленский упомянул Холокост. Тяжелая история отношений Украины и Холокоста не была. Но Зеленский про это говорит, не молчит. И как еврею мне это приятно. Третье, как латышу, мне приятно, что господин Зеленский, президент Зеленский сказал, что у разных народов разные истории в этой войне. И не стал упоминать, какая у нас в Латыше особая история в этой войне. А на самом деле она очень разная, потому что половина латышей воевала в советской армии, половина в немецкой армии. И тех и других призывали. Одни оккупанты, потом другие оккупанты разорвали маленькую Латвию несчастную на части и призывали половину, сто тысяч человек призвали в одну, одни, сто тысяч человек другие. И то и другое являлось военным преступлением, что советских людей, что немецких. Потому что призывать жителей оккупированных территорий в свою армию запрещено Женевской конвенции. На самом деле конвенция была подписана после, по-моему, по этому поводу, по поводу призыва жителей оккупированных территорий. Вот с тех пор запрещено призывать жителей оккупированных территорий. А это то, напомню, чем занимаются сейчас россияне. Ну и наконец, как я сказал, как ленинградцу мне приятно, что упомянута блокада. Как еврею, что холокост. Как латышу, то, что без подробностей сказано, что разная история у разных народов в этой войне. Ну и наконец, как украинцу мне что приятно, что мы не будем больше святкувать, и вот сейчас нас москвуляли в своей святке. Все важны для меня, как для украинцев. Вот так. Спасибо вам, господин президент, за это. Ну а что касается 9 мая, Дня Европы, я про это, наверное, уже все сказал, вышив в своей речи. Действительно, главное же, что такое День Европы. После войны в Европе установился мир. И нарушали его два раза. Первый раз, ну по большому счету, первый раз это война в Югославии. В самом широком смысле этого слова там было и то, и все, и по-всякому. А, нет, ну конечно, что я говорю, еще была Чехословакия, еще была Венгрия. Ну хорошо, давайте. При мне, на моей памяти, я наблюдал и участвовал в двух войнах в Европе. В одну наблюдал, в другую участвовал. Югославская война, которая произошла при Роспаде Югославии. И вот сейчас война, когда... И Российская война. Россия напали на Грузию сначала, а теперь Россия напали на Украину. Да, что-то я со стереографией замутил, переусложнил, простите. В общем, реально говоря, война в Европе, война победы над немецким фашизмом была достигнута для того, как мне казалось, и многим казалось, чтобы в Европе больше не было войны. В этом был принцип. Мы в Европе больше не воюем в Грузию. И Россияне, начав эту войну против Украины, они себя исключили из Европы. Они сказали, мы азиаты. Мы азиаты, вы европейцы, вы там больше не воюете, а мы из-за этого будем с вами воевать. Потому что нам не нравится, что вы живете мирно, богато, красиво, что у вас красивые автомобили, унитазы, ковры и так далее. И что дроны вы, зараза, используете негодяи для того, чтобы акул в небе Британии рисовать на коронации Чарльза, а не чтобы убивать своих соседей. Россиянам это не нравится. Россия против. Опять, я про тех россиян, которые поддерживают Путина. Не все поддерживают, но большинство поддерживает. Вот. Поэтому 9 мая Украина будет отмечать то, что она часть вот этой цивилизации европейской. Что она состоит в этой самой Европе. Что она придерживается принципов мирного сосуществования, а не того, чтобы уничтожать своих соседей при помощи иранских дронов. Это и называется поэтому День Европы. Ну, да, кстати, еще чуть не забыл один маленький момент. Мы сейчас перейдем к 9 мая в Москве. Это тоже важный вопрос. Но до этого одно интересное маленькое сообщение, но достаточно приятное. Значит, есть такая страна. Вот я уже начал говорить об российских агрессиях в разных странах. В том числе российские оккупационные войска находятся и в Молдове. Они оккупируют часть, которая называется Приднестровье, или она же Транс-Изгрия. Это Приднестровье давно провозгласило независимость. Ее даже, по-моему, Россия не признала, если не ошибаюсь. Короче, никто не признал. Но у них министр каких-то там дел Приднестровья сегодня заявил, что надо бы увеличить контингент российских войск в Приднестровье. Потому что надо надежно защищать от молдаван их родное Приднестровье. И в чем красота и польза от этой новости? Мы узнали, наконец-то, сколько на самом деле российских солдат находится в Приднестровье. Помните, как в прошлом году, вот как раз когда Киссинджер нам диктовал мирные планы, одновременно с этим мы опасались, что Россия нападет из Приднестровья на Украину. Что прямо атака начнется из Приднестровья на Одессу. И мы тогда не знали, сколько там военных. И это все время обсуждалось на разных уровнях. Я помню, в том числе в передаче Фегина с Арестовичем, обсуждалось, сколько военных россиян находится на территории Приднестровья. И вот сегодня этот министр каких-то там дел Приднестровья рассказал всю правду. Значит, согласно его сообщению, по бумагам, то есть официально, там должно находиться 3100 человек. Потому что это установленные документами, вот это там миротворческое, миссия россиян в Приднестровье. 3100 человек. Но министр каких-то там дел рассказал, что на самом деле их 450. Там всего лишь 450 россиян, которых так опасались. В этом самом Приднестровье находится 450 россиян. Похоже, что нам не стоит опасаться атаки со стороны Приднестровой. И он попросил, собственно, нарастить этот контингент. Вот это мы, конечно, порадуемся и посмеемся, когда они будут наращивать контингент. Интересно, каким способом они эти 450 человек будут увеличивать. Они, по-моему, только размножаться. Если они там способны это самое, размножаться, по себе, на Приднестровье, то это единственный способ увеличить контингент. Ну, в россиянном смысле. Потому что Приднестровье граничит только с двумя странами. С Молдовой и с Украиной. Через Украину, ну, пусть попробуют провести. На чем они? На шахедах полетят, наверное, да? Пускай привязывают миротворцев русских к шахедам. И направляют по GPS-у, значит, на Приднестровье. Вот. А мы постараемся, чтобы 35 из 35 была лотерея у них подолетности. Ну, а второй способ через Молдову. Тоже будет очень смешно, как они прилетят в Кишинев такие рейсовыми самолетами. Ну, скорее всего, так и будет. Поэтому вы там, Молдовы, дорогие молдаване, вы там осторожнее. Вы там в Кишиневе проверяйте. И не пускайте россиян ни в каком виде, естественно, в Молдову. Потому что иначе выяснится, что это российские солдаты, которые будут проникать и увеличивать этот миротворческий контингент. Которые будут приезжать под видом туристов. Хотят осмотреть достопримечательности села Атаки. Так что вы там осторожнее с ним. Но хорошая новость в том, что их там оказалось 450. Вот это вся страшная угроза из Молдовы. Ну, и в заключении. Прежде чем вы подпишетесь на канал Штельман. Завтра 9 мая. В Украине день Европы, согласно указу президента Зеленского. Как вы помните, все еще согласно старому законодательству. Завтра считается и День Победы тоже. Но он у нас приостановлен, как говорится. А завтра, да, сегодня я вас поздравляю, кстати, с Днем Памяти и Победы над нацизмом. Который, правда, еще не утвержден Верховной Радой. Я надеюсь, все это утвержден. Но в России завтра 9 мая. Они там завтра у себя празднуют День Победобесия. И несколько вещей хочу вам сообщить про это. Первое. Многие мне вчера задавали вопрос во время стрима. Просто кто не видел, тому отвечу. Что это неправда, что Путин будет по телевизору там. Что он дистанционно будет управлять парадом. Это была шутка какого-то издания. Юмористического. А все это распространилось как якобы настоящая новость. Точно так же, как новость о том, что у Пугачева и Песков украл часы во время похорон Юдашкина. Тоже фейк-ньюс. Поэтому не спешите в это верить. Это русская пропаганда. Все. Пытаются очернить Юдашкина. Не знаю. Зачем очернять мертвого Юдашкина им? Ну, видимо, надо. Вот. И Путин собирается на парад завтра. Дальше. Напоминаю. Завтра утром, возможно, вы будете смотреть парад. И напомню, что если Путин будет говорить 3 минуты, 3,5 минуты, то это фальшивый Путин. Фальшивый, не настоящий Путин. Если он будет говорить 10-15 минут, то это настоящий Путин. Потому что фальшивый столько говорить не умеет. Вот завтра мы с вами у нас аттракцион. Такое русское спортлото. Это смотреть, сколько времени выступит Путин. Ну и, наконец, да, завтра второй же год. Многие из вас, и я в том числе, честно скажу, будем таки смотреть по телевизору эту херню. Русский парад победы. Потому что все-таки мы пытаемся гадать хотя бы по параду победы. В прошлом году я насмехался над тем, как они на этих черных автомобилях Роллс-Ройс переделаными логотипами. Они их выдают за российские автомобили. Принимали парад Шейгу с Герасимом, разъезжали друг с другом на черных Роллс-Ройсах с откинутым верхом. А Путин, как вы помните, под пледиком. Это не мое выражение господина Пианковского, что жалкий Путин под пледиком принимал этот парад. Но завтра посмотрим, как выглядит этот Путин. Я вам рассказал, как объяснить фальшивый или настоящий. Так вот, завтра это в 10 утра по московскому времени. Оно же временно совпадает с киевским. Надеюсь, временно после войны мы ни за что не допустим, чтобы в московское время хоть когда-нибудь совпадало с киевским. И мне кажется, что вот то, что действительно весь мир будет смотреть на Парад Победы, весь мир будет смотреть на то, жив Путин или не жив, чем он дышит, как он дышит, искусственным аппаратом искусственного дыхания или еще нет. Это единственный результат, который они смогли добиться за год. За год россияне смогли добиться того, что рейтинг телепросмотра парада вырастет просто неимоверно. Вот половина Украины, я уверен, завтра будет смотреть Парад на Красной Площади. Поэтому если их целью было просто обрастить рейтинг, то можно было как-нибудь без шахедов и всего вот этого попробовать. Ну добились, чего добились. Все, всем спасибо. Вы смотрели Шетельман за сегодня от 8 мая. Завтра смотрите Шетельман за сегодня от 9 мая. Будем обсирать и обсирать, естественно, Парад на Красной Площади. А на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. Не буду сейчас просить вас подписаться, потому что уже три раза просил, неудобно. И лайк ставить, просить тоже не буду. Все, всех люблю. До новых встреч.